Чем вообще нормальные люди занимаются в выходные? Поездки на природу, походу в кинотеатр, посещение парков, аттракционов и баров, встречи с друзьями? Все это казалось мне чем-то далеким, невозможно. Хотя любое занятие списка могло неплохо отвлечь меня от тяжелых дум и самокопания. Не знаю даже, что теперь больше занимало мои мысли. Ситуация с Кабаш Корпорэйшн и тоска по Химицу. Где-то там же притаился нерешеный вопрос с Кэтрин. Я проснулся достаточно поздно и чувствовал себя неплохо, по крайней мере физически. В ладильнике не нашлось ничего, что сгодилось бы на завтрак. Химицу обычно не приносил с собой продукты впрок, наверное, чтобы они потом не сгнили, а я ходил в магазин крайне редко. Однако это обстоятельство меня не сильно расстроило. Всегда можно зайти в Рамену. Я уже собирался уходить, как вдруг зазвонил телефон. Алло? Ник, здорово! Ну и тебе не болеть. Не занят? Впрочем, чем ты можешь быть занят? Действительно. Чего хотел? Мы с Майклом собираемся по центру прошвырнуться. Зайти в пару магазинов. Паркаду, может. Пойдешь с нами? Ну давай, что ли? Ответил я, не раздумывая. Пожалуй, других вариантов, как провести субботу, у меня и нет. Да и, честно говоря, я был рад его звонку. Пески со своим нелепым и неуместным оскалом просто-таки излучал позитив и жизнерадостность. При других обстоятельствах мне бы могло показаться это неприятным. Но сейчас его добродушный настрой соответствует ситуации. Майкл же был, как всегда, серьезен и собран. Ну что, как дела? Он заглядывал мне в глаза снизу вверх, отчего мне становилось не по себе. Нормально. А как там химии цутян? Уехал к бабушке. Значит, ты совсем один остался? Не надо делать вид, что тебе не наполебать. Эх, Тинит, совсем угромым стал. Вот разве изменился? Спросил я Майклу. Скажи честно, не сменился? Он точным движением поправил очки. Я бы не сказал. Да ладно тебе, Майкл. С тех пор, как Кэтин Сан вернулась на шник сам не свой. Он поймал мой недовольный взгляд. Ну я его совсем не виню. О, непонятное поведение. Я бы на его месте... Ну хватит же, Кёске. Спокойно сказал Майкл. И Кёске тут замолчал, повесив голову. Вот почему он на мои замечания так не реагирует. Ладно, чем займемся? Есть у меня одна идейка. Он зловещий потерял руки. Несколько часов Аркадии прошли незаметно. Видеоигры отвлекли меня от насущных проблем и позволили на некоторое время забыть о реальном мире. Я не был так хорош, как Кёске, но значительно опередил Майкла по очкам на любом автомате. Гордиться тут особо нечем, словно здоровый победил на паралимпийских играх. Медаль вроде бы золотая, но только всё равно идиот. А в Аркадии даже и медали не давали. Мы вышли на улицу, когда солнце уже начало заходить. Был бы круто, если бы видеоигры сделали настоящим спортом. Типа как футбол? Ну да. Тогда бы я точно стал чемпионом. Надеюсь, не доживу до этого дня. Легматично заметил я. А что? Ведь ведь тоже своего рода спорт, требующий быстрее реакции тренировок. Пёски проводил здесь дни напролёт. И, конечно, играл неплохо. Но мне казалось, что я легко смогу лучше, если потрачу столько же времени, сколько и он. Впрочем, что самое главное, у меня не было никакого желания. Ну ладно, давайте уже поедим. Аркадий немного перекусил, но пришло время нормально пообедать. Мы зашли в кафе, и я наелся от пуза. Пёски получился позвонить, и мы с Майклом остались наедине. Так ты уже успел поговорить с Кэтрин? Поговорить? О чём? Выяснить отношения, скажем так. Кажется, мы только этим и занимались. Да нет у нас никаких отношений. Вот как? Значит, ты к ней больше ничего не чувствуешь? И я внимательно посмотрел на Майкла, пытаясь понять, к чему он клонил. Но его лицо было по-прежнему невозмутимо. Почему ты спрашиваешь? Просто если между вами всё кончено, то мне хотелось бы об этом знать. Только не говори мы, что ты на неё какие-то виды имеешь. Да, я думал об этом. И если ты не против? Ничуть не смутившись, ответил он. Вот оно как получается. Я даже не разозлился, а скорее удивился. Хотя не скрою, было неприятно. Думаю, нет такого человека, которому бы понравилось, что его лучший друг начал встречаться с его же бывшей девушкой. Во всяком случае, я точно не из таких. А что изменится от моего ответа? Мне важно знать твоё мнение. А мнение Кэтрин тебе не важно? У тебя я могу спросить напрямую. Никак не получалось отделаться от ощущения, что это показная вежливость и предусмотрительность, по сути, гаденькое поведение, причиной которого является скорее трусость, чем забота о труде. Вроде как предупредил, и тем самым снял с себя ответственность за последствия. Но ты видел, брат, не ожидал. Врать не будем. Но что я действительно чувствую к этому сейчас? Что я почувствую, если она начнёт встречаться с Майклом? Ещё пару дней назад ответ на этот вопрос был бы для меня очевиден. Ну а теперь, после того, как и опасность бизнеса смениться... Так, что скажешь? Я ничего не могу сказать. Слишком неожиданно это всё. На самом деле, я просто не мог вот так просто отказаться от Кэтрин. Противно было думать, что это малодушное чувство собственничества, как будто подросший ребёнок не хочет отдавать младшим свою старую игрушку. И она вернулась слишком неожиданно. Поэтому я пока и сам не знаю, что чувствую. Ты уж извини. Всё в порядке. Я тебя понял. И что теперь будешь делать? Мне тоже сложно вот так сразу сказать. Слегка улыбнулся он. Ну, будь уверен, на нашей дружбе это никак не отразится. Ну да, как же. И если ты решишь, что всё-таки её до сих пор любишь... Какой в этом смысл, если она не разделяет мои чувства? Это уже другой вопрос. А по-моему, то же самое. В таком случае мы становимся соперниками. Кто по тебе, Арток, сказать, свежей старки? Ну и что, вы тут без меня? Вернулся Кёскер, взглядел в неловкую ситуацию. Однако этот разговор ещё не закончен. Уф, как же я наелся! Он поправил ремень и тяжело вздохнул. Тебе бы не помешало сидеть за весом. Говорят, что жирение будет болезнью 21 века. Да не, скачки это всё. Уверен, тогда уже запретут какой-нибудь аппарат, выкачивающий жир. Ну да, ток на тебе-то он и сломается. Мы дружно рассмеялись. И всё-таки. Я шёл домой и думал о словах Майкла. Последние дни, проведённые с Химицу, заставили меня позабыть о Кэтрин. Но ведь она никуда не исчезла. Более того, продолжала жить своей жизнью. И будет продолжать влюбиться, будет замуж, родить детей. И всё это без меня. Я первый задумывался о том, что такими темпами наши пути разойдутся навсегда. Вполне ожидаемо захотелось отвлечься. Я находился в нескольких порталах от своего любимого бара. Но тут же вспомнил записку Химицы о вреде обеих возлеяний. Не то, чтобы мне было стыдно перед ней за то, что я ещё не свершил. Просто она объективно права. Интересно, что сейчас чувствует Кэтрин? Наверняка она сегодня не тусовала с подругами, если у неё вообще есть... Нет. Сидела дома и смотрела телевизор и читала книжку. Делал урок или убирался? Как она воспринимает одиночество? И так действительно оно на неё влияет, как на меня? К сожалению, выяснить это не удастся. Я же не могу просто прийти и спросить. Хотя почему? Потому что у Майкл на неё виды? Тьфу. Как я мог в нём так ошибаться? С другой стороны, он ни в чём не виноват. Я подошёл к своему дому и остановился. Старый, с тёмными окнами и просевшим крыльцом. Он выглядел почти что заброшенным. Если б я жил здесь совсем один, так и было бы. Всё-таки химица с её регулярными уборками, стиркой и готовкой создавал в доме уют. Иначе издакоперемигивающийся средств спальни и на кухне у габа редких прохожих по ночам, давая повод для городских легенд о привидении, поселившемся там. Эти мысли добавились к мыслям о Кэтрин. Я уже был готов на стену лезть. Интересно, а у меня записан адрес бабушки химицу? Я неплохо помню сам дом и окружающий пейзаж, но где это всё находится, решительно не представляю. Номер телефона нашёлся быстро. Записной книжки, как и ожидалось. К счастью, рядом с ним обнаружился и адрес. Я уже было взял трубку и набрал несколько первых цифр, но вдруг остановился. Конечно, очень хочется услышать голос химицу, и даже не важно, что именно она будет говорить. Но гораздо больше хочется увидеть её саму. Навязчивые идеи всегда явились для меня проблемами. Если что-то вдруг волос бледёт, так что не перестаёшь об этом думать, пиши про Пауа. Будь то желание купить какую-нибудь ненужную фигню или выпить, или вот поехать к химицу. Умом я понимал, что это как минимум странная затея. На ночь глядя в деревню в сотни километров от Токио без предупреждения. Но беда ещё в том, что часть этой навязчивой идеи было желание сделать ей сюрприз. И меня даже особо не волновало, что большим сюрпризом у приезда станет для её отца. Зато хотя бы поем не куманов, горячими. Я пролистал записную книжку и нашёл номер заказа такси. Есть немалый шанс, что поезда уже не ходят поздновато. А даже если их ходят, то на поезде за всё про всё получится долго. Мне же нужно сейчас, немедленно. А телефон назвали совершенно не меняемый, с моей точки зрения, ценник. Но механизм выделения дофамина был уже запущен. А деньги в данный момент были. Машина приехала в начале девятого. Водитель оказался любитель поболтать. И это меня даже обрадовало. Так как позволяло отвлечься от мысли о том, что вся эта поездка бред сумасшедшего. Конечно, проще всего было остаться дома и вообще лишь спать. Но тогда бы я всю ночь думал о том, что хочу поехать к Химицу. Хочу, хочу, хочу. И всё тут, хоть треснь. Однако тебе придётся столкнуться с последствием своего поступка. А думать о них раньше времени не было ни малейшего желания. Я рассказал таксисту, что яду к девушке, чтобы сделать ей сюрприз. И сказал, что мы давно уже вместе. В каком-то смысле даже не соврал. Он же только хмыльнулся, да выдал стандартную тираду духи «Где мои 17 лет?». Конечно, я вполне мог предположить, что он чувствует и как живёт. Но представить себя сидящим за рулём по 12 часов в сутки и развозящим незнакомцев по своим несомненно важным делам решительно не получалось. Возможно, такая вот беседа с человеком, которую ты видишь в первый и последний раз, это некая защитная реакция от однообразия и... Одиночества? Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Когда и одиночество у каждого своё. Ты смотришь на известных и успешных людей по телевизору и думаешь, что они счастливы и довольны жизнью. Но даже не представляешь, что и у них много невзгод и горя. Их собственных совсем не похожих на твои проблемы. И вполне может быть, что то, что составляет счастье для тебя, для них пустой звук. Думаю, Есенин и Хемингуэй могли бы много рассказать на эту тему. Тем временем мы выехали из Токио. И плотная городская застройка сменилась редкими сельскими домиками. Здесь осень ощущалась сильнее, туда тянулись лесные массивы, одетые во всё жёлтое и красное. Температура упала сразу на несколько градусов. Я прикрыл окно. Гора Фудзиама всё дальше удалялась от нас и вскоре совсем скрылась за горизонтом. Солнце село и пошёл редкий дождик, хотя бы нехотя, медленно падая на лобовое стекло в автомобиле. «Потом ещё назад перейти», — вздохнул водитель. «А ты не знаешь, там есть где остановиться? Может быть, горячие источники?» «Там рядом есть городок. Скорее деревенька. Если память меня не подводит, от неё до дома бабушки Химицу не больше десяти минут пешком». Именно там меня и высадил таксист. Мы тепло попрощались, и он пошёл искать гостиницу. Часы показывали полночь, начинался новый день. Сам городок как будто совершенно не изменился, хотя прошло уже много лет. Впрочем, ничего удивительного. Сюда ещё не дотянулись к цепке и лапы Кабаэш Корпорейшн и подобное, чтобы все застроить торговыми центрами, видеосалонами, магазинами, набитым бесполезным китайским хламом, а вместо стоявших веками классических японских домиков заполнить каждый свободный квадратный метр чудовищными многоэтажками. Наверное, в данном случае это попросту неревентабельно. Поэтому местным жителям повезло, и они могут спать спокойно». Размеренно нерушимый на протяжении тысячелетий классической жизни Японии вызывал у меня невольное уважение. Ещё большее на контрасте с давно жившим в себе, на мой взгляд, традициями и социальными нормами городов, постиндустриального общества в целом. Наверное, не все эффекты глобализации однозначно хороши, но что-то полезное в ней определённо есть. Я быстро вспомнил дорогу и уверенно оправился в ночь в ту сторону, где жила бабушка Химицу. На вид все домики казались одинаковыми, особенно в темноте, но я больше по наитию всё-таки смог найти нужный. На столбике блестела в лунном свете медная табличка Ито в фамилии отца Химицу. Участок, по сути, не был никак огорожен, а садик выглядел ухоженным. Не то, что заросли в моём доме. Я сделал несколько шагов по дорожке, ведущей к дому, и уже ждал, что вот сейчас на ход воспоминания, но ничего подобного не произошло. Да, всё было, в общем-то, знакомо, но сердце не замирало при виде граблей и тяпок, немного покосившихся ставен и камней, аккуратно закопанных в песок перед дверью. Наверное, дело в том, что здесь я провёл не так уж много времени. Вдруг со двора послышался знакомый голос. Слов было не разобрать, но я сразу понял, что это отец Химицу. Послушать, конечно, нехорошо, но мне буквально тянуло подойти поближе. И всё-таки удивительно, что в деревнях японцы до сих пор не беспокоятся о своей безопасности и не запирают дома. Впрочем, как ты запрёшь всё, Льзи? На шпингалет? Дверь во двор была открыта. Я максимально тихо подкарался и заглянул внутрь. Ниоски-сан стоял ко мне в полупорота и говорил по телефону. А, да. Убыл явно залунован или может быть раздосадован. Проблемы на работе? Всё в порядке. Я же вам говорю. Всё идём по плану. Да. Нет. Анохин под моё наблюдение двадцать четыре часа в сутки. Уверяю вас. Анохин? То есть я? Ну и что? У меня тоже есть своя жизнь. Моя дочь справляется с заданием. Его дочь? То есть Химитсу? Нарушку вообще не моей компетенции. Да. Да. Нет. Да. Анохин ведёт себя совершенно нормально. Как и всегда. Что? Русские? Конечно, я видел их оперативников. Но это же естественно. Нет. Пока ничего не предпринимают. Наши клиенты? Коротко смехнулся он, сделав ударение на слове клиенты. Нет. В данный момент всё тихо. Конечно, мне тоже кажется это странным. Но мы сейчас можем лишь наблюдать. Он надолго замолчал. Видимо, говорил его таинственный собеседник. У вас нет никаких причин сомневаться Химитсу? Она знает о его жизни всё. Может быть, даже больше, чем он сам. Это была правда. Отчего становилось ещё больнее? Я вдруг заметил, как крупные градинки холодного пота падают на землю, а сердце колотится так, что скоро его услышит Ирюновский сан. Но я всё равно стоял без движения, стараясь даже не дышать, и слушался в разговор. Я веду наблюдение за Анохиным не первый год. Если вы позволите мне сказать... Всегда проще. Нет, не считаю. Да, да. Конечно, есть результат. Его контакт из КГБ. Послушайте вы. Но ведь это будет международный скандал. Мы не можем просто... Опять пауза. Поспешное решение мог привести к обратному результату. Да послушайте. Да, да. Я понял. До свидания. Ирюновский сан повесил трубку и вздохнул. Надеюсь, он не выйдет во двор покурить. Потому что я не чувствовал себе сил сделать и шагу отсюда. К счастью, отец химицу закрыл дверь, и вскоре в доме все затихло. Быстро, быстро. Губнил я себе под нос, пробираясь через сад. Конечно, Ирюновский сан меня не заметил, и до определенной степени опасаться нечего. Я просто был не в состоянии оставаться там ни секунды дольше. Более того, чем дальше отсюда, тем лучше. Выйдя на дорогу, я бросился бежать. Пришел в себя только на улице городка, где меня высадил таксист. Наблюдает за мной? Давно? Химицу? Мало мне КБШ Корпорэйшн, мало мне КГБ, мало мне Кэтинс, ее матери. Так теперь еще и это? Ну, как со всем этим связано химицу? Получается, Ирюновский сан работает на корпорацию? Или, может быть, на японскую разведку? Говоря про международный скандал, такие вещи скорее будут волновать человек, работающего на государство. Ах, черт. Я бы, наверное, смог выдержать это, если бы он не говорил про химицу. Я и приехал сюда ради нее. Не смотря ни на что, забыв все приличия и условности. Просто хотел ее увидеть, услышать ее голос, может быть, поцеловать. Справляется с заданием? Я для нее всего лишь задание? И с каких пор? С самого детства? Нет. Просто не могу поверить, что химицу все это время, столько лет, холоднокровно врала мне. Это просто невозможно. Кто угодно, но не она. Твою мать! Есть в моей жизни хоть что-нибудь нормальное, не желающее по перспективе моей смерти. Я бессильно опустился на землю, прислонившись спиной к стене какого-то дома. Что делать дальше? Как дальше жить? Ведь я только и цеплялся за химицу, как за что-то нормальное в моей жизни. Она была единственным человеком, который до конца честен со мной. Была. От этих слов стало совсем тяжело. Я до крови прикусил губу. Как же теперь смотреть в глаза? В эти большие зеленые глаза, которые, как мне всегда казалось, просто не способны на ложь. На городок с окрестных гор спустился густой туман. В окна погасли последние огни. Попадал северный пронизывающий до костей ветер. Я по плотне закутался в легкую джинсовку, но это бы могло не сильно. Может быть поискать гостиницу? Ведь она должна здесь быть. Но сначала вокзал. Первый поезд в Токио уходит в 4 утра. То есть ждать его недолго. Страшно хотелось есть. Да и сон клонял постоянно. Мне повезло. Сердобольный инстанционный смотритель налил мне кружку горячего чая и дам пару нигири. Даже не поинтересовавшись, что я здесь делаю и глубокой ночью один. Надеюсь, что он не агент какой-нибудь спецслужбы. Дурацкая, дурацкая затея. Зачем вообще сюда приехал? Но ругая себя за это, я неизбежно сталкивался с известным противоречием, что лучше спокойно жить во лжи или узнать горькую правду. Если попытаться без эмоций поанализировать слова отца Химицу, чего я сделать, конечно, не мог, выходит, что его задача просто наблюдать за мной. Однако результатом не будет вален его собеседник. И что за клиенты у них там такие? Американцы? Кэтрин? Что, и она тоже следит со мной? Это неожиданное возвращение легко объяснимо. Впрочем, если Химицу свое задание выполняет на 5 с плюсом, постоянно находится рядом, то вот у Кати какие-то странные методы слежки. Стараться всеми способами сбегать своего объекта. С востока появились первые робкие и еще холодные лучи, исходящие у солнца. Напоминаю, что я здесь застрял не навечно. Однако и в Токио меня не ждет ничего хорошего. Теперь уже нигде. Ни с кем. Поезд приехал практически пустой. И на станцию зашел только я. Наверное, этот городок слишком далеко от столицы. А может быть просто еще слишком рано. Ехать предстояло около 3 часов. Я закрыл глаза и тут же провалился в сон. Проснулся буквально за пару минут до своей станции. Выйдя в город, я протер глаза и потянулся. Самочувствие было все еще отвратным. Усталость никуда не делась и даже как будто стала сильнее. По-настоящему выспаться это то, что мне сейчас просто необходимо. Но как только я подошел к дому, возле моего участка остановилась машина. И из нее выскочили какие-то люди. Все это происходило как будто в замедленной съемке и как будто бы не со мной. Я почувствовал, как сильные руки схватили меня за шею. Клечок под колено, ноги в ответ подкосились, а потом удар по голове чем-то тяжелым. И я отключился. Себя пришел в маленькой темной комнате, освещенной лишь тусклой лампочкой, свисающей с потолка. В голове словно поселился какой-то маленький человечек, отчаянно пытающийся выбраться и пробивающий себе путь наружу сквозь мою черепную коробку. Ну, хоть поспал. Грустно смехнулся я, и нестерпимая боль туши стрянула в затылок. Ох. Беда не приходит одна. Предательство Химицу, а теперь и это. КГБ, корпорация, японские спецслужбы. Кажется, я становлюсь не в меру популярным. Эй! Робко позвал я. Эй! Уже громче, но мне никто не ответил. Интересно, как одна неожиданность накладывается на другую? Я был шокирован предательством Химицы, измотан до крайней степени, изможден недосыпом и уже как будто был не в состоянии чему-либо удивляться. Наверное, в моем положении стоило бы трястись от ужаса. Люди, по крайней мере, испытывают какие-то более сложные эмоции, чем простое исцепление. Эй! Эй! Наконец, дверь открылась. В комнату вошла. Привет, Николай. Миссис Винтерс, ответил я, как будто даже не удивившись. Не скажу, что ждал ее, но ситуации, когда подозреваешь всех, нельзя исключать не помогло. Как устроился? Надеюсь, у тебя есть все необходимое? Ухманулась она. Шерил Винтерс дала бы сто очков форкет на соревнованиях по сарказму. А с учетом всех обстоятельств, ее слова пугали куда больше прямых угроз Ирины. Мне бы стоило догадаться, что за всем этим стоите вы. Наверное, думаете, что я скажу нечто подобное? В эту игру могут играть двое. Пусть у меня на руках откровенно дрянные карты. Она никак не отреагировала, только как-то странно прищурилась, очевидно не ожидав от меня подобного ответа. Я рада, что у тебя хорошее настроение. Будет проще перейти к сути. И в чем же суть? Зачем я здесь? Я так понимаю. Мы можем смену пропустить ту часть, где ты удивляешься, что я не просто дипломат, а также занимаюсь похищением людей. Я кивнул. Мать Кэтин тоже не привыкла ходить вокруг да около и подбирать слова помягче, чтобы выразить вещи пожестче. Тогда мне бы очень хотелось узнать, что именно ты передал Ита. Она вся напряглась и подалась вперед. Ничего я никому не передавал. Более того, я еще вчера не знал, что Рюноско-сан… что это работает на японскую разведку. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, но никак не мог решить, куда смотреть. И ее взгляд пронизывал насквозь, а демонстративно отворить глаза казалось неправильным. Так я осматривал суетливо свою темницу, в которой не было ровным счетом ничего интересного. То есть ты ездил в деревню Квита просто так? И даже не удивилась моим словам про японскую разведку. Впрочем, это еще само по себе ничего не доказывает. Да, представьте себе. Очень странно в таком случае, что Туавизит оказался таким коротким. И все-то она знает. Только откуда? И если вам все так известно, почему тогда эти игры? К твоему счастью, мне известно не все, поэтому ты сейчас здесь, а не скажем, на дне Токийского залива. Миссис Винтас улыбнулась так непринужденно, как будто вела обычную светскую беседу. Видимо, мне стоит за это вас благодарить. Лучшей благодарностью будут ответы на вопросы. Я немного помедлил, но понял, что выбора у меня нет. Я ездил к Химицу, но случайно послушал разговор ее отца по телефону. Про то, что он уже давно следит за моими родителями. Про то, что и Химицу теперь следит за мной. Мать-ка это ухмыльнулась. Могу представить, каково тебе. Не надо только делать вид, что вам не наплевать. Ты был не чужим человеком для моей дочери, так что не совсем. Я только одного понять не могу. Как может родитель так использовать своих детей? Что Гита, что вы. А почему ты считаешь, что я как-то использую Кэтрю? А то, что она вернулась в Японию именно сейчас. Что перевелась именно в мой класс. Совпадение? Не думаю. Ведь действительно, за всем этим может стоять Шерил Глентерс. Вы все почему-то считаете, что у меня есть какая-то информация о работе отца. И это все. Тут же заинтересовалась она, прищурилась, наклонила голову на бок. Стоило внимательно следить за своими словами. Впрочем, наверняка именно этого она и добивалась. Может не конкретно того, что я проговорюсь про ГГБ, но моей ошибки. И не удивлюсь, если вы считаете, что я помогал ему разрабатывать. Что он там разрабатывал? А что он разрабатывал? И еще больше насторожилась миссис Винтес. Стэнфордский торт, блин, откуда я знаю? Ты очень точно подметил про случайности, если ты действительно ничего не знаешь. И как-то уж очень странно, что вокруг тебя происходят события, которые совершенно невозможно представить в неком тексте некой общей картины. Слишком сложно для простого школьника. И ГГБ, и японцы, и мы. Что уж теперь? Хочешь сказать, все обознались? Похоже, она и не собиралась скрывать, что в курсе про мои контакты советуют. А кто это мы? Американцы? Кабояши Корпорейшн? Те, кто могут помочь тебе, Николай, если ты пойдешь нам на встречу? Звучало наскладно и в чем-то даже логичнее Ирины. К тому же мрачные застенки не располагают долгим размышлением, когда видишь хоть какой-то выход. Я уже сказал, что ничего не знаю про работу отца, и у меня нет и не было никаких его документов. А если бы были, если бы были, и я бы отдал их, только чтобы от меня отстали. И кому бы ты их отдал? Вам? Не уверен, ответил я. А если бы кто-то другой предложил более привлекательную цену? Более привлекательную, чем собственная жизнь? Николай, ну не надо драматизироваться. Вдруг засмеялась она. Мы просто общаемся и обсуждаем перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, я понимаю, что в тебе заинтересованы и другие. Кто же, например? Ну, например, твои японские друзья? Пёски, что ли? Неумело связил я. Вряд ли речь идёт о Кобаяши Корпорейшн. Они наверняка и так знают, что в этих несуществующих документах. Плохо забывать нельзя о беде. Особенно подруг. Подруг? Вот это уже что-то новое. Я не понимаю, о чём вы говорите. Ширил Виндерс ничего не ответил и просто смотрел на меня не отрываясь. Словно искусствовед, который изучает картину авангардиста, опередившего своё время. Но как не повернуть такому искреннему молодому человеку? Она фальшиво улыбнулась и постучала в дверь. И это всё? А что ещё? Ну, разве что? Она замерла на пороге, обернулась и бросила на меня ледяную сбилетку, из которой вмиг исчез весь сарказм, напускной суббатий и творная доброта. Мы продолжим это разговорского места, на котором остановились сегодня. Если ты дашь нам для этого помощь. Мне опять накинули мешок на голову. Провели по тёмным коридорам, затолкали машину и выкинули возле дома. На дворе была глубокая ночь. Всё тело болело, особенно рано на затылке. Я, как будто бреду, открыл дверь, доковылял до кровати и упал на неё, потеряв сознание ещё в полёте. Всё. 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 Всё.